По легенде учений, здесь, возле посёлка Умкурдань из Петровского района, в засаду террористов попала колонна российских войск. Окружить и уничтожить боевиков взялись Объединённые силы Антитеррористического комитета из Челябинской области и Республики Башкортостан. Ведь учения проходят на границе. Особенность этих учений, что мы проводили их в реальных сложных погодных условиях, вы представляете, с какими трудностями столкнулся личный состав в условиях проливных дождей, гроз. Сюда должны были попасть террористы. Мы должны были заметить и пустить сигнал. Тогда их брали бы. В операции задействовали абсолютно все силовые ведомства. ФСБ, МВД, ГУФСИН. Привлекли даже кинологов. Сейчас Пёс Задор охраняет вертолёт. Но если что, готов пойти по следу удирающих террористов. Даётся занюхать собаке и всё, и пускается по следу. Либо, то есть, если работаем в составе группы, то есть отправляем собаку вперёд, то есть она находит какого-то противника или объект, подаёт голос и уже потом уже группа идёт следом. В течение недели, пока проводились учения, в Низипетровском районе появился целый палаточный посёлок с населением в несколько сот человек. Жители окрестных деревень сначала пугались, а потом заинтересовались. Руководство группировки разрешило всему местному населению познакомиться вплотную с техникой. По нашим оценкам, больше тысячи человек вчера присутствовало здесь местного населения. Учения закончены, боевики обезврежены и, по заверениям командования, здесь, в Низипетровском районе, отрабатывали реальные террористические ситуации, которые могут возникнуть на юге страны. Так что к командировкам туда наши силовики будут уже готовы. Игорь Галактионов, Павел Чернега, ОТВ